Масленица – один из наиболее популярных традиционных славянских праздников. Православное содержание в нем тесно связано с древними народными традициями проводов зимы и чествованием весны блинами, весельем и различными забавами. Праздник, предшествующий Великому посту, в этом году отмечается с 8 по 14 марта. О том, что в эту неделю принято есть блины, каждый знает с детства. Кроме того, всю неделю люди ходят друг к другу в гости и устраивают народные гуляния. Сегодня работники Натербовской сельской библиотеки провели урок, посвященный Масленице. В нем приняли участие учащиеся 4-го А-класса Натербовской школы. Мероприятие прошло интересно и увлекательно. Дети с большим удовольствием слушали работников библиотеки и сами принимали активное участие в процессе. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей библиотеке. Более того, на неделю, посвященной какому празднику? Масленице. Масленице, совершенно верно. Это очень древний славянский праздник. Он был еще во времена язычества. Почему называется Масленице? Говорят, от того, что пытались замаслить солнце. В общем, просили его, приходи быстрее, прогони зиму. Мадалил уже этот мороз. Хочется солнца, хочется посадить хлеб, овощи. И потому пекли. Что пекли? Что пекли? Пекли. А пекли – это маленькое солнышко, такое же румяное, такое же круглое. И сдабривали его маслом. От того, видимо, и произошло это название Масленица. В этом году встреча, первый день, понедельник, да, называется встреча, пришелся как раз на Международный женский день 8 марса. Второй день, он у нас называется как? Вторник. День. Зайгрыш. Начинается готовить, ну там, где есть, конечно, мороз и снег, готовятся ледяные горы, строятся крепости для того, чтобы потом там проводить веселые игры. Ну, мы с вами тоже сразу немножечко поиграем, а потом расскажем более подробно о каждом дне Масленицы, хорошо? Да. Играть умеете? Загадки-то не простые, а масленичные, поэтому будьте внимательны. Его любят все на свете, любят взрослые и дети, хоть с начинкой, хоть без, каждый хочет его съесть. Круглый он, хрустящий, от маслица блестящий. Что это? Блин. Конечно, очень вкусный блин. Так, слушаем дальше. Внимательно. Без него не обойтись, чтобы блины все удались. Тесто, прежде чем месить, его нужно прикупить. Сей продукт дает корова, он на солнышке блестит. Улучшает вкус он блинный, в холодильнике лежит. Молоко, молоко. Нет. Масло. Масло, какое масло? Сливочное. В этот праздник все стремятся долго дома не сидеть, а на ярмарку все мчатся, представления смотреть. Выступают скоморохи, пекут вкусные блины. Раз в году бывает праздник в завершении зимы. Масленица. Кромче, кромче, естественно. Масленица. Масленица, конечно. Мы же по какому поводу собрались? Ребята, в завершении масленичной недели есть воскресенье. Это прощенное воскресенье. То есть нужно у всех попросить прощения. Вы подходите к человеку, неважно, обидели или нет, просите прощения, а вам должны ответить, что Бог простит. Запомнили? Да. Мы подробно об этом еще поговорим. На шесте стою, свысока гляжу. Тело, руки, голова, все из соломы у меня. Обредили, принесли и в последний день сожгли. Уголо. Уголо. Хорошо. Ну, чучело-масленица. Вот посмотрите, какое у нас чудесное чучело есть. Пословик скороговорок. Мы приготовили вам скороговорки. Как? Хорошо ли у нас язычки подвешены? Мы сейчас узнаем. Можно? Ну-ка, рывайте. А ну-ка, девочки, встали сюда. Кто готов? Начинай, Полина. Сюда. У ежа-лежата, у ежа-лежата. А ну-ка, прочитай внимательно. У ежа-лежата, у жа-лежата. Так. Маша? У Кондрата куртка коровата. Какая куртка? Коротковата. Еще раз громко, четко. У Кондрата куртка коротковата. Так, пожалуйста, Валя. Около колодца кольцо не найдется. Даша? Осип, Ахрип, Архип, Осип. Нет. Осип, Ахрип, Архип, Осип. Наверное, так? Да. Даша, повтори еще раз, пожалуйста. Осип, Ахрип, Архип, Осип. Молодец. Дальше. А то пыта копытка в попу летит. О, замечательно. Наш полкан попал в капкан. Так, Алена, ну-ка еще раз, пожалуйста. Наш полкан попал в капкан. Молодцы, хорошо. Пошла поле, полот в поле. Пошла поле, полот в поле. Молодец. Егор. Молодец. Кеткач Тани на платки Тани. Не поняла? Ну-ка еще раз. Кеткач Тани на платки Тани. А, кеткач Тани на платки Тани. Хорошо, Никита. У осыни, усыни, усыщи, а усики. Усики. Усини. Сейчас мы посмотрим презентацию. Здесь тоже есть и загадки, и объяснение тому, что такое масленица и как отмечается каждый день. Хорошо? Дорогие, повластвовать наступает час. Без блинов не сладятся проводы зимы. К песни, к шутке, к радости приглашаем мы. Итак, пошли вопросы. Главное обращение на масленицу – это рыба, овощи или блины? Блины. Сейчас проверим. Действительно, блины. По древним поверьям, блины – это символ чего? Тесоса. Молодцы. Хорошо, вы все понимаете. Это действительно солнышко такое же круглое и румяное. С чем не ели блины на масляной неделе? С мясом и грибами. Со сметаной. С не ели, ребята, не ели. С икрой. С не ели, ребята, с мясом. С мясом. На масляной неделе обычно с икрой, с грибами, со сметаной, с творогом ели, а с мясом воздерживает. Вот такая встреча. Вторник – заигрыш. Заигрыш беспечный, вторник отрада. Все гулять, резвиться, вышли как один. Игры и потехи. А за них награда. Сдобный и румяный масленичный блин. Среда – лакомка. Вот, как раз к теще на блины, когда ходит. Тут среда подходит, лакомкой зовется. Каждая хозяюшка колдует рупичи. Кулебяки, сырники – все ему дается. Пироги, блинчики – все на стол мечи. Четверг разгуляй. Самый праздничный такой день день. А в четверг раздольный разгуляй приходит. Ледяные крепости, снежные бои. Тройки с бубенцами на паря выходят. Парни ищут девушек, суженных своих. Дело в том, что действительно, на масленице всегда девушки приглядывались к парням, а парни – к девушкам. Потому что после Великого Поста наступал праздник Красная Горка – пора свадеб. И вот в этот праздник в разгуляй присматривали себе невесты, жениху. Вот они, видите, какие шумные, нарядные, с гармошкой песни поют. Кулачные бои, бои мешками были очень приятны у нас. Пятница, тещина вечерки. В пятницу настала тещина вечерки. Тещу приглашает зятёк на блины. Есть цикрой с тёмгой, можно чуть попроще. Со сметаной, мёдом, с маслом делимы. Ну какая особенность? Когда теща идёт взять её на блины, она прежде несёт ему, передаёт и муку, и сковородки, и масленицу, и сметанку. И только потом уже идёт на готовые блины. Суббота, проводный. Близится суббота, заловки, угощения. Вся родня встречается, водит хоровод. Праздник продолжается, общее веселье. Славно провожает зимушку народ. Невестки приглашают родственников мужа и угощают от души тоже пленами, конечно. Ну и всё, что есть. В печи, говорят, на стол, мячи. Воскресенье, прощённый день. В воскресенье светлое быстро наступает, облегчают душу всех в прощённый день. Чучело соломное зимушку сжигают. На риге стулупчик, валенки, ремень. Дело в том, что в деревне в этот костер, вот когда чучело сжигали, бросали всё старое, уже ненужное. Тем самым освобождая и дом, и свою душу от всего стоя, от всего ненужного. И в этом костре всё это сгорало. Пышные гулянки, ядмака, венчаясь. До свидания, масленица, приходи опять. Через год красавицу снова повстречаем. Снова будем праздновать, блинами угощать. Так хочется весны. Смотрите, у нас сколько дней уже, да? То снег, то мороз. Тоже нам надо как-то вот закликать весну-то к нам сюда. Весну можно позвать стихами. Кто-нибудь знает стихи весенние? Да. Зиму дружно провожаем. Марк мы в гости зазываем. И горячими блинами мы растопим зиму с вами. Масленица к нам пришла. Радость людям принесла. Ну а мы придём с блинами, встретим праздник вместе с вами. Масленица к нам пришла. Значит, скоро уж весна. Всем желаю теплоты, любви, добра. И я два стихи. Масленица к нам пришла с вкусными блинами. Пусть удача и достаток всегда будет с вами. Как на масляной неделе, из печи блины летели. С пылу, с жару, из печи все румяны, горячи. Масленица угощает, все блиночки раздавая. С пылу, с жару разбирайте, похвалить не забывайте. Натуся Кучмезова, Сергей Лапынцев. Новости Кашхабского района.